Здравствуйте! Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Александр Моцирук и в ближайшее время я расскажу вам о главных событиях к этому часу. Яблони раздора. В Слуцке произошла резонансная история. Почти два десятка плодоносных деревьев спилили в одночасье без какой-либо причины. Подробности в нашем следующем материале. 17 плодоносных деревьев спилено. Еще на нескольких срезана кора. Воспоминания о цветущем саде и пара тонких деревьев. Теперь это все, что осталось у жителей нескольких домов на улице Комсомольской. Рукотворный сад прожил больше 15 лет, а превратился в кладбище деревьев за пару часов. Не могли поверить, когда увидели, говорят люди. Ведь нападение на любимый всеми сад произошло без какого-либо повода. Сдержать эмоции эти люди просто не в силах, а спиленные деревья каждый принимает как личную утрату. Я услышала, что здесь работает пила и выглянула, я живу в этом доме, выглянула с четвертого этажа и увидела, что люди, женщина с третьего этажа у нас и два мужчины. Один мужчина был в форме ЖКХ и они пилили эти деревья, она ими командовала. Естественно, в шоке все были. Я стала сразу звонить мужу, он говорит, ну да, я не знаю, ЖКХ это не ЖКХ. А потом уже выяснилось. Это просто шок. Зачем трогать эти деревья, я не понимаю. Они никому абсолютно не мешали и людям никак, ни в квартиры, ничего, претензий никаких не было. Все убирали здесь и обрезали его. И весной все обрезали мы. Был порядок. И когда яблоки падали, приходили, собирали, выбрасывали в мусор. Все здесь был полнейший порядок. Всегда здесь было чистенько у нас, всегда было хорошо. А когда зацветут, настолько было красиво и хорошо. Вы знаете, когда это я увидела, вот Аля скажу, у меня был сердечный приступ. Свидетели говорят, что грязную работу по уничтожению сада сделали двое мужчин в спецовках ЖКХ. В руководстве коммунальной службы от комментария на камеру воздержались, но заверили, что их работники к этому инциденту не имеют никакого отношения. Кто же заказчик спиливания деревьев? Подозрения пали на пожилую женщину, которая живет по соседству. Все называют именно ее главной виновницей случившегося. Женщина купила квартиру в этом доме несколько лет назад. По иронии, у семьи глава которой эти самые деревья и посадил. Отношения с соседями у новоселов испортились практически сразу после переезда. Нередко случались мелкие конфликты и ссоры. Но подобного бесчинства все равно никто не ожидал. Главная подозреваемая в этом деле с нами общаться отказалась. Заселилась к нам Сергеева с 21-й квартиры. Два года назад она купила эту квартиру. Ну, это подруга Самусевич, родственная, Сологуб, ее зять Самусевич, пошел в ЖКХ спросить, можно ли спилить деревья. Лариса Ивановна Гилевская ему отказала. Сказала, можно сухостой только спилить. Правильно. Да. Ну, они самостоятельно все решили и стали пилить. Когда я шла с городом, муж звонит, что деревья здесь пилят. Я прихожу, я в шоке. Я встала на балкон и кричу, что вы делаете. Самусевич с девятой квартиры говорит, пилите, пилите. Хлопцы были одеты в ЖКХ форму, но это они не рабочие ЖКХ. Ну, форму можно одеть. Вот и все. И мы все в шоке. У нас всегда здесь было хорошо. Приехала милиция, но мы с пятого этажа считали деревья. Мы не могли видеть, хорошо, сколько их. Да, да, да. Я на завтра пришла, пересчитала, я пересчитала 17 деревьев. И три снята кора. Правильно, да. Она ходила за Сергеево с топориком. И снимала кору. Да, и снимала кору. Позиция жителей домов на Комсомольской бескомпромиссна. Добиться справедливого наказания для виновных. Они уже написали заявление в милицию и обратились в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Виновным грозят серьёзные санкции. Попали сотрудники РОВД. Данный факт был зафиксирован. Собран необходимый материал проверки. Данный материал проверки по подведомости направлен в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они уже будут принимать решение о начале административного процесса. Если усмотрят, что имеется состав административного правонарушения, соответственно, будут принимать решение окончательно. Данный материал находится на рассмотрении в нашей инспекции. В настоящий момент идёт опрос свидетелей, опрос гражданки, которая якобы совершила эти незаконные действия. Если будет доказана её вина, то она может быть включена к административной ответственности по статье 15.22.3. Со штрафной санкции до 50 базов величин. Также за каждое удалённое дерево ей будет насчитана претензия. Размеры претензий начинаются от двух базов величины за каждое дерево. Некоторые граждане высаживают древесно-кустарниковую растительность без согласования с местными органами власти, в том числе с местным ЖЭО. В результате чего получается, что деревья растут либо на очень близком расстоянии от дома, либо растут на инженерных сетях, и их необходимо будет удалять. Поэтому, чтобы избегать таких ситуаций, необходимо, чтобы граждане, которые изъявили желание что-то посадить, должны обращаться либо в плану архитектора района, либо в местные жилищно-эксплуатационные структуры, для того, чтобы согласовать посадки этих древесно-кустарниковой растительности. А пока устанавливаются все обстоятельства этого запутанного дела, жильцы домов уже планируют, как будут возрождать сад следующей весной. Главное теперь сделать это в соответствии с законом. Слуцкий мясокомбинат открыл свои двери для представителей СМИ, чтобы рассказать о работе и достижениях. Наша съемочная группа также побывала на предприятии. Подробности мероприятия смотрите в следующем сюжете. Слуцкий мясокомбинат – одно из старейших предприятий Слуцка. Он был основан в 1932 году. С тех пор многое изменилось. Сейчас предприятие работает по самым современным технологиям. Слуцкий мясокомбинат – это предприятие, прямо скажу, что это холдик. Начиная от выращивания, то есть у нас есть два сельскохозяйственных предприятия, заканчивая полной и углубленной переработкой мясного сырья, заканчивая готовой продукцией. Мясо, переработывающее производство, оснащено современным высокопроизводительным оборудованием западноевропейских стран, с программным управлением, что позволяет выпускать продукцию в широком ассортименте высокого качества. На пресс-тур по производству собрались представители различных средств массовой информации со всей республики. Экскурсию для журналистов провел директор ООО «Слуцкий мясокомбинат» Андрей Иосифович Михалькевич. Вначале он презентовал свое предприятие и пригласил посетить производство. Предприятие на сегодняшний день по мясопереработке, объему мясопереработки лидирует в Городинской области. Сыревые зоны – это шесть районов. Это Слудский район, Сырекорский район, Комплекский, Клецкий район, Сфародорожский район и Любинский район. Поэтому мы работаем со всеми сельскохозяйственными предприятиями, и они нам всегда сдают скот, но и в свою очередь мы поддерживаем с ними отношения. На комбинате выполняется весь цикл производства – от забоя животного до упаковки изготовленного продукта. Для бесперебойной работы на предприятии оборудовано холодильное отделение. В нем есть несколько холодильных камер для хранения продукции и сырья. Но сейчас используются не все, нет необходимости. Сырьевой цех занимается разделкой и сортировкой мяса для дальнейшей его обработки. Далее оно поступает на изготовление различной продукции. Например, для производства пельменей его измельчают в фарш и тщательно перемешивают. Готовые изделия расфасовывают и упаковывают здесь же, чтобы избежать лишних манипуляций. Упакованную продукцию тщательно взвешивают, чтобы соблюдать все стандарты качества. Прежде чем поставить продукт на производство, мы приглашаем фирмы. Они нам предлагают свои добавки, рецептуры. Мы вместе изготавливаем тот или иной продукт. И у нас есть дегустационная комиссия на предприятии, которая принимает этот продукт на постановку на производство. Каждый высказывает свое мнение в дегустационном листе, ставит оценки. Там прописывается консистенция, вкус, запах, внешний вид продукта. И поэтому в дегустационной комиссии принимается этот продукт и ставится на производство. В цехах по изготовлению колбас также установлены определенные требования в зависимости от типа производимой продукции. Ввиду направленности предпочтений покупателей на более экологичную продукцию, большинство колбас изготавливаются в натуральной оболочке. Технология изготовления каждого сорта колбасы своя. На комбинате есть различные оборудования для приготовления разного вида продуктов. Камеры для копчения и вяленья. Некоторые продукты требуют определенного срока созревания продукции. Для этого также оборудованы специальные камеры, в которых поддерживаются определенные климатические условия. Вот хамон у нас мы изготавливаем сырокопченый. Он тоже солится посолочной смесью месяц, а затем три месяца он сохнет до определенной влажности, толщи продукта. Работники комбината уверяют, потребители могут не волноваться о качестве слудских мясных изделий. Ведь контроль качества на предприятии осуществляется не только собственной лабораторией, но и сторонними организациями. В частности, слудский мясокомбинат сотрудничает с Брянской лабораторией, которая выявляет все вещества, содержащиеся в мясе. Мы, наверное, как все предприятия мясопереработки, Белоруссия, не только мясопереработки, что касается продуктов питания, конечно, очень редостно относимся к своему качеству. И нам немаловажно то, что мы выпускаем и с каким качеством. И сегодня для Российской Федерации, но это бренд. Слудский мясокомбинат постоянно участвует в республиканских и международных конкурсах и выставках. И всегда возвращается с подобных мероприятий с наградами. Так что неудивительно, что продукцию предприятия знают не только в нашей стране, но и за рубежом. В Российскую Федерацию мы поставляем в основном это говядину потушную полуфабрикаты. Сейчас основную пору делаем и поставляем колбасные изделия. Так как предприятие открыто только по говязи, поэтому тот ассортимент колбасных изделий, которые мы поставляем в Российскую Федерацию, это чисто говяжьоемкие продукты. Но они уже себя зарекомендовали и с каждым месяцем у нас растут объемы в этой продукции. Китайский рынок очень достаточно многогранный. Не интересует сегодня готовая продукция, потому что культура питания наша и китайцев, она сильно отличается. Но их интересуют сегодня полуфабрикаты, потушное мясо и в основном говядина. Поэтому рынок достаточно большой. Мы делаем сегодня усиленные темы, работаем над темой, чтобы получить сертификат халяль Китая. Почему? Потому что есть определенные договоренности с провинцией Уэй на поставку говязины и говяжьих полуфабрикатов. А так как в этой провинции живет 80% населения мусульман, поэтому для них важен этот сертификат. Интересуют достаточно большие объемы. Они готовы, только одна провинция готова покупать в месяц порядка 500 тонн. Мы хотим освоить рынки Ирана. Нас интересует сегодня Египет. Есть определенные договоренности из страны, бывшие советские республики, такие как Узбекистан, Азербайджан, Армения. Мы постоянно участвуем на выставках. И в эту сторону уже делаем определенные поставки. Пусть они небольшие, но их уже интересуют наши продукции. То есть стараемся расширить свой рынок сгуток. С каждым годом все большее число потребителей выбирают продукцию слудского мясокомбината. Что доказывает, что кропотливая работа над усовершенствованием своей продукции никогда не проходит даром. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с наступающим профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Добра и тепла вам, вашим семьям, вашим детям. И хочу сказать большое спасибо своему коллективу за то, что мы отработали этот год. И то, что он нам принес, и все наши достижения, я думаю, что это только на благо нашему общему делу и нашему коллективу. Спасибо всем и еще раз с праздником. Случанка Анастасия Прокопенко лучшая спортсменка в Пятиборье по итогам прошедшего сезона. Торжественная церемония награждения прошла на минувшей неделе на Кипре и была приурочена к 70-летию Международного союза современного Пятиборья. Анастасия Прокопенко получила награду лучшая спортсменка в Пятиборье. Награждение прошло в рамках гала-ужина с участием лучших по итогам сезона спортсменов руководителей Федерации современного Пятиборья из более чем 80 стран мира. В церемонии также участвовал и президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Напомним, в этом году Анастасия Прокопенко становилась лучшей в индивидуальном зачете чемпионата мира по современному Пятиборью. Соревнования проходили в Мексике. Еще одно первое место белорусская спортсменка взяла по итогам турнира Кубок Кремля. Также в этом году после долгих разбирательств Анастасии вручили бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года. «Я очень счастлива получить эту награду, так же, как и все свои медали в этом году. Все мои результаты, моя семья и Пятиборье в целом очень дороги для меня. Спасибо вам большое. Это очень много значит для меня». Начальник Слудского районного отдела внутренних дел награжден медалью за безупречную службу. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. Владимир Гирега получил медаль за безупречную службу второй степени. Кроме того, медалью за безупречную службу третьей степени президент Беларуси наградил заместителя начальника Слудского РУВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Голикова. «12 ноября президентом Республики Беларусь подписан указ о награждении начальника РУВД и заместителя начальника милиции общественной безопасности государственными наградами, медалями за безупречную службу, соответственно, второй и третьей степени. Это, в принципе, не такое уникальное событие. Данные награды сотрудники Слудского РУВД получают достаточно часто. В настоящий момент в РУВД служат 15 сотрудников, имеющих государственные награды. Как правило, к награждению данными наградами представляются сотрудники, прослужившие в органах внутренних дел более 10 лет, исключительно положительно характеризующие по службе, добивающиеся высоких результатов. Я говорил, что в отделе достаточно много сотрудников, имеющих данные государственные награды». Эфир продолжит ЧП и обзор за неделю. ЧП и обзор за неделю. За прошедшую неделю на территории Слудского района зарегистрировано 6 преступлений по линии уголовного розыска. Неделя прошла достаточно спокойно. Зарегистрировано 5 краж и одно уничтожение имущества. Остается нераскрытым одна кража. Все достаточно благополучно. Единственное, что нас на данный момент беспокоит в плане состояния общественного порядка, это то, что за прошедшую неделю совершено 3 дорожно-транспортных происшествия с участием уязвимых участников дорожного движения, именно пешеходов. Причиной этого, прежде всего, конечно, послужили погодные условия. Цветовой день достаточно короткий в настоящее время. Дожди шли. В утреннее время, особенно, когда дети идут в школу, люди идут на работу, достаточно сложно рассмотреть пешехода, даже если он обозначен светоозвращающими элементами и переходит в установленном месте проезжую часть. Поэтому здесь хотелось бы еще раз все-таки обратиться к водителям, прежде всего, и напомнить им о том, что пешеход ничем не защищен, не находится в автомобиле, является уязвимым участником дорожного движения. Поэтому нужно очень внимательно передвигаться, особенно в темное время суток по городу, и обращать внимание на пешеходов, дабы не стать участником дорожно-транспортного происшествия. С 16 по 19 ноября Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель». Главные цели мероприятия – активизация работы по укреплению транспортной дисциплины и пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В ходе акции будут созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции и безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками у веселительных заведений. Также личным составом в трудовых коллективах и организациях будет проведена информационно-разъяснительная работа, посвященная вопросам профилактики пьянства, в том числе и касающегося управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, за 10 месяцев этого года сотрудниками ГАИ Минской области задержано свыше 3650 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За данный период на территории Минской области по вине нетрезвых водителей совершено 64 дорожно-транспортных происшествия, в которых 20 человек погибли и 81 получил травмы. Напомним, действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения свидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. Двое жителей Слуцка и Солигорска пытались вывезти в Россию 21 тонну черного металла, но были задержаны сотрудниками Борисовского районного управления внутренних дел и госавтоинспекции на трассе М1. В автомашине с прицепом сотрудники милиции обнаружили солидную партию черного металла, общая стоимость которого составила более 2,5 тысяч рублей. Задержанные мужчины везли лом в Смоленскую область, при этом никаких сопроводительных документов у перевозчиков не было, отмечают сотрудники милиции. Организатором незаконного бизнеса стал 39-летний житель Солигорска, который уже полгода заготавливал лом на территории Минского района. В помощники для перевозки металла он взял 55-летнего жителя Слуцка. Теперь в отношении обоих составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. А один из мужчин также привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. К слову, в феврале этого года мужчины уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения. В среду утром на перекрестке улиц Ленина и Богдановича столкнулись два автомобиля. В результате мощного удара одна из машин вылетела на тротуар. Дорожно-транспортное происшествие в центре города произошло примерно в 11.00. По предварительной информации, оба водителя проехали перекресток на зеленый сигнал светофора. Водитель Лады ехал по улице Ленина со стороны молодежного центра прямо. В это время находящийся за рулем Рено мужчина не пропустил его и выехал на полосу встречного движения для поворота налево. После чего и произошел сильный удар, от которого Лада вылетела на тротуар. Никто из водителей или пешеходов не пострадал. И на этом наш выпуск завершен. Следите за новостями в наших социальных сетях и на YouTube-канале Слуцк ТВ. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте интересные темы для репортажей. Журналисты нашего канала готовы разобраться в любом вашем вопросе. Хороших вам выходных и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok